что-то не совсем понятно здравствуйте здравствуйте друзья сейчас у меня контакт не запускается добрый день друзья как видно как слышно я тут опять своей рабочей домашней студии перископ контакт youtube андрей я тебе все права включил так что ты у нас в строю в борьбе с провисками недоброжелать или то бишь троллями так все видно слышно хорошо да так слав ты сегодня пишешь это самое ты в строю сегодня а то что-то как обычно ты не присылал запрос поэтому вот но я думаю что в ю тубе пишется вебинар поэтому все все по ходу ну что друзья 29 августа 2018 года среда 13.00 значит как обычно в это проекта skyway вот и сегодня все у нас идет по плану в штатном режиме мы с алексеем как всегда что бывает последнее время не так часто вот проводим этот вебинар именно на подходе к инотрансу который начнется 18 сентября в берлине и это будет такая завершающая череда мировых презентаций и отчетов той венчурной команды той скажем системы которая сегодня выводит технологию так так днк у нас возмущается это не обращайте внимание тут действительно вот давайте я сегодня еще и на вопросы в карте и в перископе те же животрепещущие вопросы которые есть будем обсуждать делать потому что цель как раз наших вебинаров с алексеем это комментарии это доведение нашего мнения именно как таких активных и давних участников проекта skyway те кто работают с партнерами то есть те кто привлекает сегодня инвестер кто комментирует именно то что происходит в самом проекте именно развитие с точки зрения бизнеса и соответственно мы уже как вы заметили перестали ориентировать наши вебинары на новичков то есть вначале у нас еще была такая система что мы делали для новичков и потом уже для тех кто давно в проекте сейчас мы оставили это время общения нашего вебинара только для того чтобы доводить свою точку зрения именно как людей которые давно и активно работают в проекте чтобы обмениваться точки зрения которые есть у вас и соответственно где где спорить где-то соглашаться где-то не соглашаться и соответственно доводить позицию именно правление венчурного фонда skyway капитал именно который организует сейчас приток инвестиций и в создание технологии в продвижении технологии это уже как раз корпоративная работа где мы как с алексеем члены правления венчурного фонда который сегодня происходит очень серьезную такую перестройку и изменения в связи с тем что меняется вообще цели и задачи работы проекта вот поэтому здесь друзья после инотранса как мы и обещали говорили нас ждут всех большие большие переменные изменения и это связано с тем что мы вот скажем такой первоначальный если говорить терминологией кондратьева академика кондратьева который ввел понятие технологические уклады это эмбрионное развитие технологии когда технологии знают те кто в нее вкладывают и те кто ее развивают то есть очень узкий круг людей и сегодня фактически можно констатировать что мы с технологией skyway то есть струнные технологии инженера юницкого выходим из эмбрионного то есть зачаточного уже в сферу именно применения построения бизнеса запуска адресных проектов и реального построения бизнеса к которому мы подходим и это то что будет капитализировать наши первоначальные именно инвестиции в венчурные пакеты которые были подкреплены интеллектуальной собственностью сегодня интеллектуальной собственностью именно автора и разработчика проекта skyway сегодня начинается реальный бизнес и это совсем другие законы это совсем другое развитие это совсем другие принципы друзья поэтому здесь я с одной стороны вас поздравляю с тем что мы дошли до этой стадии до этой степени помните как как один из основных и главных культурологов в моей жизни это моя бабушка она была очень мудрая женщина и она не раз произносила такую фразу что дай бог нам дожить до тех проблем которые будут в будущем это значит что мы в этом будущем уже присутствует поэтому друзья сегодня у нас совсем другие проблемы стоят перед командой перед проектом перед лично инженером юницким одно дело было собрать единомышленников профинансировать и доказать что технология существует сегодня когда технология создана она вошла на рынок и она показала что в сегодняшней мировой сети транснет соответственно сегодня в мировой сети транснет появилась новая составляющая которая называется струнные технологии струнные дороги и наравне с уже традиционным автомобильным транспортом и сетью в десятки миллионов километров дорог по всему миру железными дорогами там порядка миллиона километров по всему миру сетью транспортных коммуникаций морского транспорта которому уже там не один десяток тысяч лет то есть соответственно система портов и доставки груза система авиационного снабжения это все сегодня формируют так звук пропал да так друзья так в перископе звука нет дайте еще обратную связь то есть я я понял в чем проблема когда идет звонок у меня пропадает звук на телефоне придется сейчас остановить трансляцию так и заново запустить заново запустить все недостаток в технике разобрался в чем что когда идет звонок на транслятор то после этого пропадает звук в перископе вот почему то вот у него такой системный системный так вот друзья на сегодня четко можно утверждать что skyway вошел в мировую транспортную систему естественно что это только первые шаги это только подготовка и запуск первых адресных проектов которые с сопряжены огромным огромным количеством сложности формальности и уже конкуренции с традиционным уже сложившимся видом транспорта но сегодня в мировом транснете мировом транснете то есть мировой транспортной сети начинают происходить серьезные изменения это можно с сравнить с появлением мобильной связи потом мобильного интернета потом создание новой информационной системы которая выдавила практически на тот момент традиционные связи традиционные виды связи это телеграф это проводные телефоны это спутниковые ретрансляторы которые были на сегодняшний момент все это заменено уже мобильной связью которая работает несколько по другим стандартам системам и иметь сегодня смартфон это намного удобнее чем в свое время иметь домашний и рабочий телефон там 30 лет назад соответственно это друзья новые условия развития цивилизации новые условия которые дает технология для каждого сегодня человека живущим и пользующимся технологическим прогрессом и сегодня трудно найти хотя бы одного человека хотя они встречаются наверное как скажем там птеродактиль в свое время цивилизации о том который не пользуется компьютером который не пользуется смартфоном потому что это друзья уже сегодня удобно и это сегодня часть нашей жизни поэтому этот процесс тоже происходил постепенно он тоже происходил не в один день вы помните что в начале девяностых обладание сотовой связью было огромной роскоши это было довольно таки дорого и сами аппараты и контракты и минута разговоров постепенно по мере развития это стало доступным это стало удобным и сегодня без мобильной связи без мобильного интернета без того информационного пространства которое создает общая система которую мы называем сегодня интернетом уже представить сегодняшнюю жизнь сегодняшнюю цивилизацию сегодняшний повседневный быть невозможно точно также сейчас в системе транснета то есть эта сеть которая существует параллельно с интернетом то есть это транспортная коммуникационная система которым пользуется сегодняшняя цивилизация сегодняшние также сегодня идут неизбежные изменения идет так технологическая революция о которой заявляли скажем так инженер юницкий готовил ее там больше сорока лет пять лет назад она стала входить уже с логикой крауд инвестинга то есть опираться на тех людей которые инвестируют в развитие этой технологии чтобы быть ее потом пользователям и соответственно уйти от тех негативных недостаток которые есть у традиционного транспорта и сегодня друзья после экофеста который проза прошел 4 августа мариной горке подведена черта и можно четверть утверждать что технология создана что команда которая бралась и взяла на себя ответственность запустить этот проект он сегодня запущен и существует и сегодня в транспортной мировой отрасли существует еще один сегмент еще один рынок который называется струнные технологии инженера юницкого он доказал что это самостоятельный и отдельный вид транспорта что он решает те задачи которые не под силу ни одному другому виду транспорта и он дальше конкурентной борьбе будет входить и завоевывать все новые и новые позиции на мировом рынке транспортных услуг соответственно друзья сегодня начинается уже построение непосредственно бизнеса то есть то что будет приносить и дивиденды и прибыль на те инвестиции которые мы с вами за все это время делали и соответственно запускали технологию дальше будет стратегия бизнес стратегия по развитию по выводу и это друзья отдельная следующая этап следующий уже ну скажем сегмент развития в жизни технологии и здесь друзья работают совсем другие законы и как мы говорили на первом этапе основной риск и основная венчурность заключалась в том чтобы доказать что технологии существуют раз что она обладает теми характеристиками которые декларируются то есть когда от декларации переходит к демонстрации соответственно к тем преимуществам которые есть и следующий момент опять же который сопряжен с огромным количеством рисков с огромным количеством у меня сегодня непредвиденных обстоятельств которые сопровождают проект это вхождение на рынок как мы говорили это и про расход топлива обязательно сейчас поговорим очень хорошо в этом вопросе разобрались и определенную путаницу которая там по ряду причин на прошлом вебинаре могла быть возьмите мы с вами в конце обязательно обсудим я расскажу в чем разница подходов именно в концептуальные расчеты затрат топлива на одного пассажира это я очень благодарен что эта тема у нас на прошлом вебинаре была потому что сейчас она очень очень хороший скажем так целую пласту проблем которые необходимо сейчас решать при дальнейшем продвижении при дальнейшем показании преимущества показа преимущества технологии skyway ну вот так соответственно друзья то что мы говорили и сталкивались уже на ранних этапах это соответственно проблемы связанные с недобросовестной конкуренцией с политическими рейскими которые происходили происходили в разных странах и в россии в свое время при поддержке тогда президента россии медведева когда начались первые проблемы именно конструкторского бюро в россии и потом уже в странах евросоюза в литве когда произошел конфликт с руководством литвы соответственно тоже это определенные вещи еще на ранней стадии сегодня идет активная работа в арабских эмиратах это с точки зрения уже позиционирования технологии которая влияет на развитие всего такого локального региона и в белоруссии сегодня совсем другой подход к технологии которая была ну скажем три года назад два года назад это друзья тоже то что сопровождая и на каждом этапе все эти вопросы имеют свое решение поэтому здесь друзья бояться нечего это соответственно естественное развитие и естественные ну скажем так рост если говорить про ребенка он рождается сначала идет детский сад потом начальную школу потом среднюю потом высшую школу потом аспирантура докторатура ну а потом начинается друзья реальная жизнь практика применения знаний и та или иная конкурентная борьба в уже в сфере реальной жизни в сфере выживания и соответственно точно также технология сначала она зарождается бумаг теоретиков бумаг изобретателей потом она переходит в практическое применение потом она зарождается уже как массовая технология которая востребована миллиардами и миллиардами людей потом она становится доминирующим на наших глазах как это произошло с интернетом с мобильной связью соответственно когда только зародилась сама информационное поле земли когда зародилась только новая система хранения передачи использования информации только зародилась технологические устройства которые позволяют соответственно соприкасаться и работать в этом информационном поле и мы видели как интернет сегодня пришел к тому чтобы каждый сегодня желающий каждый кто может себе позволить приобрести смартфон а технические и ценовые характеристики сегодня позволяют иметь абсолютно разный диапазон под самых дешевых которые стоят там меньше 100 долларов и кончая довольно таки дорогими устройствами последними топовыми моделями там и вот apple и от самсунга и сейчас уже активно в этом в этой борьбе уже участвуют и китайцы со своими брендами то есть как минимум уже три бренда сегодня стоят в десятке наиболее востребованных устройств поэтому друзья это все происходит на наших глазах и это естественный путь развития технологий и соответственно skyway это точно такой же путь который она проделала то есть она зародилась десятки лет назад она была внутри группы специалистов внутри тех кто этим занимается и продвигает то есть это группа энтузиастов которая собралась вокруг инженера юницкого и то инженерной школы которую он создал потом это уже более серьезный более выход в потребите потребителям тех кто захотел участвовать в продвижении этой технологии это создание уже краудинвестинговой инвест проводящей системы вот где участвует ряд фондов которые обеспечены именно интеллектуальной собственностью которую предложил в залог инженер юницкий и сейчас следующий этап это уже формирование именно бизнес структур которые будут зарабатывать и реально работать на рынке транспортных услуг для того чтобы уже капитализировать те инвестиционные пакеты и соответственно менять интеллектуальную собственность на реальные активы которые можно будет уже сегодня использовать в реальной экономике конечно это вопрос друзья не одного дня это вопрос именно бизнес концепции и бизнес стратегии которую сегодня делает уже не инженер юницкий а уже можно сказать глава бизнеса и глава направления которое запущено с брендом skyway это друзья уже следующего рода бизнес это следующего рода венчу где юницкий на себя взял ответственность как автор и инициатор проекта и соответственно вся перспектива развития направления будет зависеть от стратегии выбранной бизнес модели от ее успешности от очень многих факторов которые будут складываться и это друзья уже реализация следующих очень рисковых венчурных компонентов которые сегодня присущи этому проекту поэтому как мы говорили что весь бизнес skyway вся система которая сегодня строится это венчурный бизнес это крайне рисковый бизнес и прежде чем принимать для себя решение необходимо ознакомиться и оперировать огромным количеством информации для того чтобы сознательно делать выбор для того чтобы принимать ответственность и становиться соучастником того глобального и крупнейшего проекта который себя представляет skyway его сравнивать сегодня не с не с чем потому что нет аналогов даже зарождение интернета шло по другим законам по другим принципам соответственно сегодня построение бизнеса skyway также не имеет аналога поэтому это друзья абсолютно уникальная вещь и мы с вами участвуем в абсолютно уникальном эксперименте уникальном бизнес проекте который сегодня называется проект skyway и выведение на рынок на рынок новой транспортной системы в нашем понимании и я абсолютный приверженец идеи инженера юницкого уже без малого 20 лет с первой встречи с ним я могу сказать что для меня не существует другой концепции идеального транспорта кроме skyway и юницкий показал что все основания которые он закладывал и все расчеты которые если они сегодня подтвердились и мы с вами создаем сегодня идеальную транспортную систему которая решает все проблемы которые стоят сегодня перед человечеством и которые сегодня пугают нас как пугалками о том что завтра человечество там погибнет загнется именно из-за технологических техногенных проблем которые мы создали вы помните все это очень красивую очень интересную историю когда в конце 19 века британская королевская академия наук сделал исследование по поводу будущих перспектив лондона связи там с двумя миллионами лошадей которые там предполагалось что они будут находиться в лондоне с перевозки тех пассажиров роста тех задач которые и соответственно та экологическая катастрофа которая грозила лондону там два метра навоза эпидемии там и так далее и так далее что система не справится с переработкой тех отходов которые шли вслед за транспортной услугой которые предоставляли именно транспорт гожевой и именно лошадный транспорт но друзья прошло 20 там чуть больше лет 30 и лошади абсолютно ушли с улиц лондона появилась подземка сначала на паровой тяге потом на электрической появились коммуникации связанные с автомобильными с автобусами троллейбусами трамваями и все это вместе создала новую транспортную систему которая просто свела на нет те проблемы которые ставились на тот момент при исследовании технологическая революция с появлением двигателя внутреннего сгорания электродвигателей новые транспортных систем она решила те проблемы которые боялись на тот момент вот но она породила другие проблемы она породила проблемы связанные с дальнейшей экологией то есть сжигания миллионов тонн нефтепродуктов в ограниченной территории, она проблему именно расселения и взаимодействия человека с автомобилем, уже безопасность, когда десятки, сотни тысяч людей там сегодня в Англии гибнут на дорогах. Соответственно, это другие проблемы, это то, что идет следующим этапом. И на сегодня утверждать, что теперь это приведет к гибели или это приведет к остановке развития цивилизации, друзья, это такая же глупость, как и чуть больше ста лет назад говорить, что лошадь это экологическая проблема развития транспортной отрасли. Сегодня точно так же можно утверждать, что по прошествии определенного очень незначительного времени автомобиль в Лондоне будет такая же редкость, как и сегодня лошадь. В Лондоне сегодня лошадь, наверное, можно увидеть только либо где-то в парках развлечений, либо на ипподробах, где идут там скачки и специальные спортивные соревнования, либо возле Букингенского дворца, где сидит гвардеец, шапки, соответственно больше, наверное, лошадей в Лондоне и не увидеть. Точно так же через некоторое время автомобиль будет такая же редкость, они будут в музеях, они будут на специальных автодромах, где кто-то хочет погонять, получить адреналин, ну и может быть какие-то специальные функции. Это все остальное, транспортные задачи будут решать роботы, которые будут ездить по эстакаде второго уровня, которые будут возить пассажиров, грузы, все это будет в автоматическом режиме, безопасно, экологично и соответственно никаких проблем, которые сегодня ставят перед сегодняшним Лондоном, не будет. Ну а будет ли это означать, друзья, что проблем не будет и все будет облачно, ясно и безоблачно? Нет, друзья. Любая цивилизация, технология, технологический прогресс решает не проблему, он создает другие проблемы. Поэтому естественно, что будут проблемы другого уровня, будут другие задачи, но это, друзья, развитие всей логики, всей цивилизации. Поэтому на сегодняшний момент те задачи, которые стоят перед инженерной школой и ту, которую взял на себя решать инженер Юницкий, это безопасность движения, то есть убрать те полтора миллиона или спасти те полтора миллиона жизней, которые сегодня ежегодно уносят автомобили, порядка 15 миллионов человек ежегодно делает инвалидов. Соответственно, это решить те экологические проблемы, которые сегодня стоят перед сжиганием двигателей внутреннего сгорания и экология, которая сегодня портит. И за то, что мы сегодня, каждый из вас, из нас платят своим здоровьем, здоровьем детей, то есть это некачественные продукты, некачественная вода, некачественный воздух, та среда обитания, которую мы делаем. То есть это решение проблем. Это, соответственно, экология продуктов питания, то есть расселение, создание нового вида освоения территории, это и линейные города, и то, что связано уже с экогенной технологией, какой является Skyway. Эти задачи на сегодняшний момент технически решены. Все эти решения вы видели в Марьиной горке. Сегодня ни один специалист в мире не может сказать, что это ерунда и это не существует, ну, если он не слабо умный и не сумасшедший. Потому что, друзья, есть примеры, когда люди смотрят на самолет, он летает, они говорят, я все равно не могу поверить, что вот эта вот фигня на сотни тонн может лететь на тысячи километров, не махая крыльями и еще там, так сказать, не разбегаясь лапами, так сказать, то есть используя какой-то непонятный закон Бернули, разности давления, и, соответственно, все это по законам физики почему-то летает. Так вот, здесь, друзья, абсолютная инженерия, абсолютная наука, которая сегодня не опираясь ни на какую, ни на мистику, ни сверхъестественные законы сохранения энергии и вещества на земле дает абсолютно новую физическую возможность перемещать товары и услуги, то есть создавать новую экологическую сеть и занимать свое место в той мировой транспортной отрасли, которая сегодня абсолютно, ну, скажем так, не то, что не занята, а которая сегодня требует изменений, которые есть. И, подводя и черту, еще раз делая определенный вывод, что мы с вами создали сегодня идеальную транспортную систему, которая, вбирая в себя все преимущества существующих сегодня систем, это и железнодорожного транспорта, и автомобильного, и авиационного, и информационного, энергетического, то есть передачи энергии на расстояние, то есть это линии электропередачи, все это сегодня коммуницировано и собрано в единой системе, которую мы называем брендом Skyway, и которая сегодня активно выходит на рынок и активно начинает капитализироваться. Поэтому, друзья, то, что мы с вами решали и делали практически пять лет, запуская эту систему, эта задача выполнена, сегодня перед нами стоит следующее, очень ответственное, очень важный этап, это запуск адресных проектов, это конкретное применение технологии Skyway для решения конкретных транспортных задач, и, соответственно, там, друзья, тоже очень много своих препонов, очень много своих проблем, но так же, как и на первом этапе, друзья, мы абсолютно уверены, что решим и эти задачи, и технология Skyway, и докажет, что она абсолютно конкурентоспособна и имеет все преимущества перед другими видами транспорта, что это наиболее привлекательный объект для инвестиций, это наиболее сегодня перспективное направление для освоения территории решения тех проблем, которые существуют, и, соответственно, Skyway займет свое очень достойное место в той мировой транспортной отрасли, в той мировой транспортной сети, которая сегодня выполняет задачу перевозки пассажиров и грузов по всему миру. Ну, а, соответственно, друзья, по законам венчурного рынка, по законам венчурного финансирования, тот, кто взял на себя ответственность пять лет назад, четыре года назад, да и сейчас, кто на этих непростых условиях входит в проект Skyway, он вправе рассчитывать на определенные дивиденды, на определенный рост активов, которые сегодня сделаны, это, друзья, как раз и заключается логика вхождения в любой инновационный проект, что на ранней рисковой стадии тот, кто берет на себя ответственность, кто может позволить себе войти в проект и определенное время ждать пока, соответственно, друзья, вправе рассчитывать на те вознаграждения и на те ожидания, которые сегодня созданы в проекте Skyway. Потому что проект Skyway – это классический венчурный проект, который начинался от постановки задачи и первых демонстраций. Сначала прототипов, потом анимаций, потом уже построение первых рабочих образцов, сегодня идут уже промышленные испытания, сегодня идет активная сертификация, то есть вхождение уже в серьезный, традиционный, со своими требованиями и правилами транспортный рынок. Ну вот, друзья, давайте, значит, по… Так, похоже, до инотранса ничего нового на вебинаре не будет, потому что, получается, кроме арабов никто пока что-то так и не решился. Вот. Здесь, друзья, это вправе каждый ожидать от вебинаров и от той информации, которая есть, что-то нового, что-то для себя полезного. Мы, друзья, сразу могу сказать с Алексеем, мы не клоуны и не шуты для того, чтобы развлекать или что-то рассказывать, скажем, там, очень забавное и очень то, что все хотят услышать. Мы занимаемся, друзья, очень серьезным венчурным бизнесом. Мы с вами выполнили те задачи, которые ставили перед собой пять лет назад, и понимая серьезность и те задачи, которые сегодня идут, мы понимаем и знаем, что и как мы будем делать дальше и какие проблемы нас ждут. Поэтому, друзья, здесь абсолютно, скажем так, профессиональный и у нас четкий подход к тому, что мы делаем. Мы сегодня сосредоточены на работе и на запуске конкретных адресных проектов с тем, чтобы войти уже в транспортный рынок и доказать перспективность и возможности технологии Skyway. Это, друзья, еще раз скажу, непростая задача, но так как и создание, это тоже была непростая задача, ведь мало кто верил, что мы с вами дойдем до той стадии, когда будут продемонстрированы различные модификации, различные виды путевой структуры, когда будут проведены испытания различных видов подвижного состава, когда будут сертификации. И сегодня уже спрос на эту технологию растет просто геометрической прогрессией. Поэтому, друзья, здесь мы четко сегодня и позиционируемся как те, кто, команда, которая выводит уже технологию на рынок и, соответственно, те, кто дальше будет развивать Skyway. Ну вот, друзья, я сейчас передаю слово Алексею. Он у нас буквально там вчера, позавчера вернулся с обудения, которое было у нас в Братиславе, в Словакии, с европейскими лидерами нашей структуры Skyway Capital. Он поделится своими взглядами, своими видами на то, что сегодня есть и что происходит. Ну а я могу, соответственно, сейчас на те вопросы, которые есть, могу их включать и в конце, как всегда, могу ряд ответить на то, что наиболее сейчас всех интересует. Все, друзья, Алексей, тебе слово, а я на некоторое время тогда, друзья, переключаюсь. Так, 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 сейчас у нас будет Алексей вещать. Так, напишите, пожалуйста, как видно, как слышно меня. Так, друзья, ну, Алексей, я только могу, чтобы вы слышали, друзья, ВКонтакте, потому что дальше он... Да, действительно супер. Но вот эти редкие моменты, когда мы с Сергеем Анатольевичем выступаем вдвоем, то есть вы видели, наверное, что мы сейчас взаимозаменяем друг друга, максимально стараемся, потому что действительно график очень напряженный. Сейчас у нас планируется буквально в пятых числах огромная плодотворнейшая конференция во Вьетнаме. То есть будет информация, если уже нет информации в личных кабинетах Skyway Capital, там покровно... Так, слышно вам, Алексей, слышно хорошо, да, ну, поэтому по-другому я никак не смогу, поэтому... Это и общение с теми, кто в Вьетнаме. Вьетнамцы, что-то верят, когда Skyway будет построен, и, соответственно, голосуют за это своей валютой, своим временем, своими инвестициями, своими... Так, это я кей-то в перископе, друзья, вот показываю сейчас в комнате этой вещей, а вот это у нас идет трансляция на данной стадии сам решение, в виде подобной дни визуализации, но реальность, когда... Роботы должны были ВТП продемонстрировать. Ну, друзья, и так будем много чего продемонстрировать. Придет время, роботы продемонстрировали. Всему свое время. Друзья, я с нетерпением жду вот этой мировой премьеры, потому что, собственно, это будет прорыв, я думаю, это будет фурор всей этой выставки. Вы предполагаете, что у нас обязательно будет... Роботов уже ответил. ...возле стенда. Мы с Сергеем Анатольевичем будем находиться там фактически, наверное, всегда, и все члены правления также планируют приехать, и тоже будут находиться на стенде. Мы будем сменять друг друга, и каждый сможет пообщаться и с представителями головной компании, и с нами. Сейчас, собственно, можно вживую пообщаться на замечательных обучениях, которые проводит наш партнер Юра Галата. Это специалист высокого уровня, который проводит именно корпоративное обучение. У нас нет смысла проведения каких-то теорических обучений, повышения личного роста, успешный успех и так далее. То есть мы готовим действительно специалистов, которые смогут развиваться в рамках изменяющейся экономической реальной действительности. и, соответственно, это специалисты и продвижения и адресных проектов SkyWay. Я не буду говорить слово «инициатор», потому что «инициатор» это, соответственно, нужно еще заслужить им называться. Но что я буду сказать, друзья? Вот что-что заслужили называться наши «инициаторы» адресного проекта, которые им дали рождение первому потенциальному, теоретическому, возможному. Я всегда такие венчурные термины буду повторять. Нашего проекта в Сан-Бермангин. И, друзья, я буквально вкратце остановлюсь сегодня на истории, чтобы каждый понимал, как вообще родился этот проект, какой путь был проделан, а какой путь будет сейчас проделан, остановлюсь на той технологии, без которой проект Сан-Бермангин вообще, друзья, мог не появиться и был бы экономически необоснованным, экономически нецелесообразным и, собственно, немного преждевременно, пока не появился «Юнивин», друзья. Это транспортный гаджет, это действительно транспортное средство с абсолютно модульной конструкцией, которую не ожидая того и не понимая сейчас многие различные девайсы, гаджеты, устройства используют и, собственно, не задумываются, как это плотно внедрилось совсем недавно в нашу жизнь. И, друзья, вот подобные транспортные гаджеты, транспортные устройства, потому что «Юнибайк» это все-таки больше как электровелосипед второго уровня, это, соответственно, больше как спортивно-туристический гаджет такой, он предназначается, естественно, можно велотягу убрать и он будет предназначаться для более узких сфер применения, но сюда вот действительно «Юнибайк» будет четырехместный, можно уместить практически все услуги, которые я себе могу представить, которые я использую в своем смартфоне, которую я использую стационарно в кабинете, которую я использую на своем ноутбуке в перелетах. То есть это наше мобильное пространство, которое будет перемещаться на расстоянии и во времени. И, друзья, экономические показатели, технические характеристики, они действительно дают возможность нам всем с вами обрадоваться. То есть этот юркий малец, так скажем, но действительно в этой форме кроются замечательные технические характеристики. Это скорость разгона до 150 км в час. Это, соответственно, чуть больше 8 кВт в час расход электроэнергии, 8,5 кВт в час, если быть точным. И 2,1 литра на 100 км в топливном эквиваленте, если расход. И это на машину, друзья, на всю машину. Я бы с удовольствием сравнил это с первыми спортивными купе дорогими, очень прожорливыми, очень неудобными. Я сидел в первых купе, это, наверное, только ядлых гонщиков. Давайте дождем. Было приятно было перемещаться на спортивных купе Тесла. Сейчас это как раритет, и мало кто это использует. Друзья, вот наш Univink, это как раз-таки, на мой взгляд, одна из возможностей массового входа в рынок. И очень четкое описание было, друзья, этого транспортного устройства, что перемещаться он будет на суперлегкой трассе, которая может решить серьезнейшие задачи при пролетах 2-3 км. Я думаю, что Анатолий Эдуардович еще доработает в районах труднодоступных, малонаселенных, отдаленных и также на местности со сложным рельефом. Друзья, не это ли Сан-Кернантин, не это ли Альпы? И, соответственно, представьте, насколько тяжелее и менее экономически целесообразно было бы строить на текущей легкой путевой структуре, если Анатолий Эдуардович не создал бы путевую структуру, которая толщиной действительно со смартфона. Вот вы видите ту линию, которая буквально как ниточка протягивается и фактически не видна нашим глазом, если будет на 100 метров подальше, на километр вообще просто мы ее не заметим расположенно. И, друзья, вот как раз по этим ниточкам смогут перемещаться юнивинды на Сан-Бермантино, в проекте Сан-Бермантино, именно образуя уже умные деревни, образуя умные кластеры, кластеры линейных городов. И, соответственно, рождая уже такую новую европейскую инфраструктуру, решение как транспортных задач и проблем, так и применение всех услуг уже на базе блокчейн-составляющих. Это, друзья, прорыв. Это действительно, я вот с ужасом наблюдаю те видео, когда, посмотрите в интернете, уже есть видео, когда ходят роботы с человеческой походкой, специально им делают даже, видимо, позвоночник. И эти роботы даже моргают глазами. Это страшно, друзья. И я не хотел бы представить ту реальность, когда я с детьми буду прогуливаться по парку, и эти ребята, эти андроиды будут ходить и, собственно, наблюдать за нашими с вами приватной жизнью. Мне хотелось бы жить в светлом мире, перемещаться в таких мобильных транспортных капсулах и обладать своим личным мобильным пространством, собственно, не ожидая, поверьте нам на слово, мы знаем, что такое ожидать в пересадках. И в этот раз мне пришлось три пересадки пересечь, буквально перемещаясь с Европы обратно в Челябинск. То есть это немыслимо, друзья. А те, кто хочет сэкономить, и пять, и шесть пересадок им нужно осуществить, и пересадки вообще в самолете. Сергей Тойбин говорит про потребление топлива, но я бы сказал про здоровье, про именно логику, насколько истощается наше здоровье. Я вспомнил те слова одной женщины, которую я встретил случайно в такси и радовался, что я много летаю и настолько насыщенная в жизни. Насколько действительно истощается здоровье при частых перелетах, друзья. Поверьте нам на слово, что и миллионеры тоже, которые, миллиардеры, перемещаются на своих суперджетах, у них нисколько не отличается, у них, естественно, отличается комфорт перемещения, но полезность перемещения и полезность для здоровья у них абсолютно такая же, кто перемещается на Аэрбасах, на Боингах и некоторые даже лоукостеры будут сейчас внедрять самолеты, где будут стоячие места. Друзья, это никак не встает вообще рядом с нашими юнивиндами. И осталось самое малое продемонстрировать, что на малых проектах мы своими силами, потому что, естественно, мы ожидаем то, что и криптоэнтузиасты будут нас ассоциировать с различными такими пионерами, первопроходцами, дилетантами. И нет у меня уверенности, что огромное количество людей прямо на сразу на первый проект присоединится именно в плане криптоэнтузиастов и криптокитов, но на второй, на третий проект, когда мы с вами, друзья, продемонстрируем, что на блокчейн-технологии перемещаются, могут перемещаться вот эти вот транспортные андроиды и, соответственно, все работает в рамках единой системы. Друзья, они потом просто выстраиваются в очередь и мы сможем штамповать проекты просто один за другим без необходимости каких-либо суперкрупных инвесторов. И, собственно, это будет отдельное направление, которое на себя взяло курс именно весь состав членов правления. Мы считаем, что также вот это направление должно и обязанно развиваться, потому что, когда прочухают это китайцы, когда прочухают это другие азиатские страны, вы посмотрите, что происходило с логикой развития мобильной сети. То есть сейчас Huawei, сейчас Xiaomi и другие китайские, корейские гиганты не покупают, соответственно, модели Apple, они просто берут, копируют, видоизменяют и действительно у них настоящая сейчас технологическая мобильная гонка. И наше преимущество будет заключаться в том, насколько много мы адресных проектов охватим. Соответственно, как только будет план развития, прогнозирование, что необходимо будет значительно расширять производственные мощности, можно будет делать размещение токена и на производство. И, собственно, это будет выгодно вкладываться, потому что порой при успешном производстве в завод вложиться, чем в продукт этого завода. Порой и так бывает, друзья. И, естественно, уже в децентрализованное производство будет вкладываться народ с огромным удовольствием. Но, друзья, нам нужно пройти этот путь и при всех удачных стечениях и обстоятельств и договоренностей в плане прохождения защиты бизнес-плана, в плане экономической целесообразности с головной компанией. Соответственно, потом это будет токеномика, это будет защита у регулятора, у FMA. Соответственно, это лихтенштейнский регулятор. Друзья, вот тогда можно уже всем говорить, ну, и сейчас можно говорить как потенциальный проект, но тогда уже на 100% можно будет говорить, и всю стратегию мы будем строить, что огромное количество инвестиций именно от новых инвесторов, которые входят в проект в Skyway, именно будет уже на адресный проект, на первый пилотный адресный проект, друзья, потому что все вместе мы можем, так скажем, навалиться усилиями на реализацию этого проекта и потом начнется действительно реальнейшее и грандиознейшее масштабирование этого направления. Поэтому я лично могу сказать, что я не ожидал, вот помните на вебинарах я говорил, когда я посетил производство, я говорил, что насколько я был шокированным новым видом транспорта, я был шокирован вот этой капсулой. Друзья, она внутри может быть супер, удобной, супер, лакшери, если кто-то там замечал какие-то материалы, которые не устроили, либо какие-то, может быть, еще недочеты, которые они сами заметили. Друзья, как говорится, любой каприз за ваши средства. И, естественно, это может быть лакшери капсула, но позиционируется это сейчас Анатолием Эдуардовичем как в Советском Советском Союзе были москвичи, жигули, и ими могли воспользоваться все абсолютно категории людей. Потому что, друзья, когда я перемещаюсь в Азии и вижу вот эти тук-туки, которые просто отравляют окружающую действительность и которые просто закламляют и создают супераварийную опасность в виде потенциальных ДТП на дорогах азиатских стран, просто сердце ёкает. И насколько повышается опасность от вления угарными газами, насколько повышается бизнес, естественно, вот этих компаний, потому что эти тук-туки, они ломаются, их снова покупают, их фактически, наверное, не ремонтируют. Здесь модульная конструкция. Вы отцепили, вы можете прицепить, я уже так пофантазирую, я думаю, что будет компания, которая будет представлять эти подвижные составы, это наверняка будет подразделение головной компании, сможет вам дать на момент технического обслуживания какой-то тестовый ваш Univind, и вы сможете перемещаться, чего не скажешь, в многих современных авалонах, которые на время ремонта автомобиля не дают какую-то замену. Друзья, вот это предстоящее будущее, которое я с нетерпением ожидаю, и от этого еще больше радуется сердце и душа, что мы как раз-таки будем начинать в горной местности, в труднодоступных, в малонаселенных районах, это как раз-таки то, что идеально вписывается в суперлегкую трассу и в Univind, соответственно, для масштабирования на всю Европу. И что я могу сказать, далее, что на самом деле направление, которое сейчас движется в арабском мире, это такое, знаете, крупное корпоративное направление, геополитическое, я бы сказал, и это очень нам сильно с вами поможет, когда мы представим Unilet, я говорю, ту позицию, которая неоспорима, когда на нас посмотрят мировые корпорации, так-так, они уже на 500-600 километров в час замахиваются, и как мы можем на них повлиять уже в плане конкурентной борьбы, и когда они будут видеть, что арабы, партнеры, друзья, тут будет играть это однозначно на руку, потому что естественно никто уже так просто не будет нам стараться наносить какие-то удары, потому что весовая категория с помощью стратегических партнеров у нас также формируется достаточно серьезная, и это я считаю огромная проницательность Анатолия Эдуардовича, то есть как и было озвучено на Экофесте лично генеральным конструктором инженером Юницким, то, что в сентябре мы уже увидим начало строительства в Арабских Эмиратах, то, что до конца я так более отсрачивая называю, то есть была названа дата в октябре, до конца октября, но я бы говорил, до конца осени будет запущена некая блокчейн-платформа, которая сейчас занимается головная компания тоже с нетерпением этого ожидаем, потому что мы, как энтузиасты, группа энтузиастов прекратили уже, наверное, более двух месяцев назад это направление, все осталось в рамках истории GitHub, мы будем частично применять что-то, уже когда мы пройдем все вот эти вот именно стадии принятия проекта в начале головной компании, то есть экономическая целесообразность бизнес-план краткий потом финансового регулятора потом соответственно будет готова белая бумага и далее уже будем готовить информационные поля но до этого нужно еще дожить естественно друзья потому что это достаточно долгий процесс но мы с вами должны его пройти иначе это направление просто не будет запущен ну а как начиналось это все друзья начиналось это все со знакомства Сергея Анатольевича с Юросом это замечательный амбициозный сильнейший именно духом молодой человек так же как я это не 40 лет не 50 лет хотя и это молодой возраст и соответственно он связал с партнерами которые были заинтересованы в реализации инновационного транспорта для их потенциального проекта преференции и супер привлекательные условия на которые были получены и проработаны в течение 10 лет и получены буквально вот-вот и там так сошлись звезды потом соответственно мы поехали уже непосредственно общаться с этими партнерами то есть в перерывах в поездках мы встретились с Шандером с Дэниелом с Юросом Франтишек тоже там были там также была встреча друзья и открыто честно об этом говорим с крупнейшими возможными на тот момент возможно стратегическими инвесторами группой людей среди которых был Франтишек и мы сейчас можем говорить что да планировались миллионы долларов которые готовились но к сожалению именно руководитель этой группы в руках которого находились все ключи банковским ячейкам к финансовым операциям он умер в ходе как выяснилось продолжительной болезни друзья и вот этот источник возможного финансирования на тот момент он растворился в воздухе но это жизнь и это венчурный проект поэтому собственно Франтишек никак не остановился и начал двигаться уже в азиатском направлении создавать какие-то новые контакты но так случается друзья но то что мы говорили на вебинарах действительно было предчувствие были подписаны контракты что в районе 3-5 миллионов долларов должно было прийти и все мы это ожидали но как произошло так и произошло это говорит о том что история проекта у технологии Skyway она действительно необычайно сложна и зависит от многих обстоятельств и то что мы увидим в ходе развития с арабскими партнерами друзья всему ценой всему мерило время и все покажет именно время благо что ждать осталось нам не так долго будет показываться строительство или не будет показываться строительство и это будет в закрытом режиме на территории арабских эмиратов я лично ответить не могу друзья потому что попросту не знаю мы будем это узнавать только из источников головной компании но если говорить про Сан-Бернатино то мы туда обязательно отправим в эту прекрасную деревушку кого-то жить и будут формироваться и репортажи и как раз будет живое лайв строительство трансляции потому что в этом действительно нужно показывать и как раз таки крипто сообщества крипто возможно не будут присоединяться вначале а может не сразу все ломанутся друзья потому что это как раз таки прецедент применения реальной технологии в реальном секторе это real whole bite application о чем говорят все блокчейн энтузиасты когда же наконец крипта будет применяться в реальных сферах друзья что это нереальность это как раз таки самая настоящая реальность и предстоящая жизнь для каждого живущего на планете земля это в разрезе 20 лет можно сказать потому что сейчас многие задумываются и об экологии и именно содружестве стран для решения глобальных экологических проблем зачем их решать если можно просто постепенно переходить на супер экологичный транспорт именно поэтому друзья skyway technologies companies заостренные технологии если говорить по-русски получают стандарты одни за другим вот буквально недавно был получен стандарт именно что говорится про экологическое направление это очень серьезная заслуга наша с вами потому что немногие компании этого удостаиваются и каждый год естественно нужно будет защищать этот сертификат но сейчас мы можем говорить что да этот сертификат экологически получен и мы можем на всю Европу говорить что у нас действительно экологичный транспорт это не может не радовать в тех экологических сверх жестких стандартах друзья мировых которые сейчас диктует и мировой венчурный бизнес мировая общественность и даже блокчейн направление естественно максимально сосредоточены на экологию и именно поэтому по международному компании был получен именно сертификат системы экологического штата по международному стандарту ИСО 14001 1015 это было получено на высшем уровне по одной из австралийских компаний то есть экспертом САИ Глобал и собственно это очередная наша заслуга признания технологии и признание технологии друзья как отметил Сергей Анатольевич будет идти одна за другим и уже мы вступили невозможно этого отрицать что мы до сих пор развиваем технологию многие виды транспорта уже построены и сертифицированы они готовы к созданию и мы с вами как инвест проводящая система будем развивать эти адресных проектов и первым потенциальным возможным теоретическим адресным проектом Сан-Бернатино соглашение по которому было подписано с головной компанией и собственно могло оно быть и не подписано но оно было подписано это Сан-Бернатино поэтому мы будем как члены правления двигаться в этом направлении и ждем вас всех в Грузии уже на сложном я могу сказать это сложное обучение и не думайте что там будут какие-то улюлюканье и цветочки на обучении Юрия Галаты я лично первый раз на тренинге стоял 6 часов и я слился в первый день но друзья мы рассмотрели такие очень важнейшие аспекты именно не до оцененности порой отсутствия коммуникации между инвесторами и департаментами для максимального повышения эффективности потому что мы все-таки двигаемся в рамках будущих управляющих компаний в рамках будущих специалистов и дипломатии адресных проектов и соответственно привлечения в них инвестиций и соответственно уже корпоративного управления и в таких же рамках строится и наше обучение 6 часов мы постояли потому что 6 часов решалась эта задача отдельными участниками тренинга и наглядно было видно что если кто-то отстает то соответственно другие должны максимально быстро его подтягивать обучать в этом логика всего Skyway Capital только факты только конкретика и только точная бьющая цель обучения по той специализации к которой мы готовимся уже когда будет закрыто финансирование головной компании и чем будет заниматься я не называл бы это сеть а именно система и мы выстраиваем крупносистемный бизнес на года и на долгие десятилетия поэтому многие иностранцы сейчас просто бегут в проект Skyway если быть точным в Skyway Capital так как видят огромнейшую перспективу не только сейчас вести головную компанию но и в дальнейшем занятие фактически на всю свою жизнь венчурными адресными проектами потому что адресные проекты также будут представлять венчур в ходе меняющейся рыночной экономической конъюнктуры может произойти все что угодно но что мы можем сказать точным то что действительно я как инвестор 2014 года оценивал по инженерной состоятельности и привлекательности эту технологию оценил ее в первую очередь как инженер-механик и именно по этой причине и присоединился но друзья каждый оценивает сам кто-то по экономической привлекательности кто-то по инженерной по экономической кто-то будет оценивать по будущей платформе которая когда-то появится на базе решений головной компании каждого свой вход и свои решения но что-то мне подсказывает таких людей которые будут присоединяться к нашему проекту будет становиться все больше и больше стройский выезд по сейму нету и дай дорогу мир транснету счастливо друзья Сергей Анатольевич вам слово так опа небольшая перестановка начинаем начинаем спасибо Алексей вот видите как всегда интересно как всегда вот да Алексей правильно ему сказал что в следующую среду с большей долей вероятности мы делегации то есть там Володя Маслов Франтишек я мы будем на большой конференции во Вьетнаме вот там у нас сейчас и активно партнеры работают и готовится ряд уже переговоров связанных с демонстрацией и с рассмотрением применения различных видов технологий вот аспектов поэтому это большая такая работа и это сегодня развивающаяся интересная региона поэтому в Вьетнаме будем работать и поэтому в следующую среду скорее всего Алексей будет проводить вебинар 1 а через среду уже планируется что я вернусь и как раз и будут последние новости из Вьетнама и соответственно будем дальше с вами по новостям развития проекта значит соответственно сколько будет стоить первый пакет токенов но друзья по токенам и по всем по платформе мы вопрос сейчас пока обсуждения на наших вебинарах закрыли для этого будет отдельная тема отдельная вещь поэтому сейчас мы на эти вопросы видеорепортажи со строительства варабских эмиратах но так как друзья у нас инфобизнес и открытый бизнес то в рамках той бизнес стратегии и бизнес концепции которая будет принята соответственно если это будет необходимо значит вы будете видеть то что будет происходить в арабских эмиратах если это будет в рамках стратегии будут другие необходимости значит будет проходить так как будет принято в рамках развития стратегии которая будет реализовываться для капитализации интеллектуалистов скажите пожалуйста в Аргентине что за документ подписывался в видео Аргентина это была делегация с Аргентины на прошлой неделе там же также там был Франтишек Солар Володя Маслов была презентация технологии рассмотрения возможностей адресных проектах в Аргентине поэтому это соглашение о том что определенные энтузиасты на территории Латинской Америки в частности в Аргентине будут продвигать и предлагать проекты с применением технологии Skyway каких числах сентября в Германии будет транспортная выставка она будет 18, 19, 20 и 21 сентября в Берлине 22 сентября будет большая конференция нашей Skyway и Капитала соответственно те кто наши европейские партнеры мы всех приглашаем кто может себе позволить или захочет принять участие поэтому встретимся и на самой выставке мы всем правлением будет на стенде Skyway и соответственно потом 22 сентября на уже нашей конференции так Виктора Бабулина не видно совсем в компании я сказать не могу сейчас по Виктору Бабулину я в Москве здесь с ним регулярно общаюсь поэтому у меня проблем с общением с Виктором Бабулиным нет вот что и как дальше будет по его работе в компании я сказать не могу это задавайте вопросы уже непосредственно руководителю или генеральному директору новой компании так и на транс давайте какие еще вопросы в каких числах сентября но поэтому друзья в общем-то все вопросы связанные с этой неделей мы с вами рассмотрели то есть можно сказать что активно движемся дальше работа идет очень интенсивная вот и я думаю что сразу после инотранса будут ряд очень серьезных таких и структурных изменений в работе фонда и фондов и в работе головной компании и в развитии позиционирования самого проекта поэтому друзья давайте до инотранса мы сейчас ну практически для меня это будет наверное еще один вебинар то есть после Вьетнама вот Алексей участвовать наверное будет и в том и в другом ну а дальше уже работа инотранса как важной такой вехи важном позиционировании в мировой сети и в мировом концепте развития транспорта это представление скоростного юнелета вот это нового концепта вот и уже дальше с вами друзья после 22 сентября то есть там в следующую неделю мы с вами уже определимся и четко поймем как и что мы будем двигаться дальше соответственно как дальше будет развиваться и складываться наше участие в проекте для фонда для правления для каждого из нас лично вот это все друзья давайте скорее всего будет уже после после инотранса вот ну все друзья на этом я с вами прощаюсь у нас сегодня очень такая плодотворная серьезная встреча вот в преддверии очень многих событий которые нас ожидают поэтому друзья я рад что мы с вами я рад что мы в сообществе Skyway что нас объединила всех одна идея одна цель вот и эта цель для нас неизменная это строй Skyway спасать планету поэтому друзья движемся и строим прощаюсь с вами всего доброго так так все друзья тогда вконтакте тоже в октябре будет внутрь выкуп за один доллар так не было сказано друзья ну если вы говорите что Юницкий это сказал то комментировать мы это никак не можем по выкупу за один доллар поэтому если Юницкий так сказал то все эти вопросы к Юницкому и задавайте соответственно я это прокомментировать никак не могу и не хочу так это то что касается выкупа в октябре за один доллар как вы пишете где вы это слышали так Бабурин уже не работает друзья я не могу сказать я знаю что Виктор Бабурин сейчас в отпуске он находится сейчас в Москве а работает или не работает он в головной компании я сказать не могу не знаю так ну что есть еще вопросы благодаря так ну все давайте тогда я ВКонтакте останавливаю трансляцию всего доброго так так